За неделю заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась у людей в возрасте от 7 до 50 лет. В то же время чаще стали болеть дошкольники и пенсионеры. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, число больных коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном или стационарном лечении, постепенно сокращается. Поэтому с сегодняшнего дня в лечебных учреждениях региона 850 коек переходят в штатный режим. Однако в случае роста заболеваемости их вернут для оказания помощи больным с COVID-19. На сегодняшний день в регион поступило более 128 тысяч доз вакцин гам-ковид-вак. Свыше 100 тысяч человек привиты одним компонентом. Почти 40 тысяч человек закончили вакцинацию. Вакцин на вакцинацию лиц пожилого возраста старше 60 лет у нас привиты 46,7 процента и они также являются приоритетом первого года. В феврале за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и масочного режима было составлено около 5,5 тысяч административных протоколов. За прошедшую неделю проведено почти 300 проверок многоквартирных домов по соблюдению санитарной обработки и мест общего пользования и 27 рейдов в общественном транспорте по соблюдению масочного режима. По всем фактам выявленных нарушений составлены административные протоколы. Понятно, что мы не можем сейчас запретить людям ездить. Итак, максимальное количество транспорта выводим на линию. Понятно, что оно справляется с пассажиропотоком за счет максимальной нагрузки. Коллеги, здесь нам совершенно очевидно нужно продолжать просто наказывать, штрафовать, привлекать органы внутренних дел, как мы выясняли, для этого это более эффективно происходит. Но без этого мы, конечно, ситуацию не изменим. При очень строгом соблюдении санитарных требований пройдут проводы зимы – Масленица, фестивали студенческого творчества «Веснушка» и Самарская студвесна. По итогам заседания штаба поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. Также будет увеличено количество рейдов в общественном транспорте. Ограничительные меры действуют в регионе до 14 марта, в том числе обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Виктория Шаре, События.